Так, дорогие друзья, всем здравствуйте. Съемки начинаются, да, Вадят? Как всегда, умелые русские, сейчас мне что-то придумают. Но я вам, друзья, хочу сказать, я готовлю что-то новенькое, как всегда. Я что-то придумал. Вадик мне, знаете, что сказал? Он сказал, твои идеи безумные, проще тебе в больницу один раз лечь. И тебя там вылечат. Не могу не согласиться, понимаете, но хочется же праздников жизни. Да, Вадя? 100%. Ну, если в больницу меня положат, ты хоть навещать меня там будешь? Все ты, конечно, понимаешь. Я и там придумаю идеи, занятия, не переживай. Меня за это, кстати, не отругает управляющая компания, не знаешь? Ну, в принципе, это же мой подоконник. Смотрите, какой-то агрегат какой-то. Это какие-то заклепки, что ли, ты ставишь прямо? Это заклепка, типа? Да, типа, да. Как же я люблю летом грозу, дождь. Вы посмотрите. Просто такая жарища все дни. Это следовало ожидать, конечно. Посвежее хоть будет. Давай еще, громыхай, сильнее. Печу, расслабиться. А я сегодня варю курицу. Половинку курицы громадной просто. Мне давно уже угостили деревенской такая. Какая-то домашняя. Сейчас вот она закипит. Я солью этот. Следующий будет бульончик. Слушайте, там такое творится. Посмотрите. Посмотрите. Ой. Ой. Так, все, закрываем. Хватит. Так, доброе утро, дорогие друзья. Я вчера был... Прекрасная погода сегодня. Я вчера был у Хизри, а ему с Дагестана привезли такое количество абрикос. Ну что, я решил, конечно же, сварить. Так, все, выключаю. Дошло до кипения. Первая порция, вторая порция. Еще осталось на компот. Вот, аромат такой, что вообще. Еще раз кипячу по разочку. Сахар на ночь засыпал. Ну, в общем, я уже это не первый раз делаю. И медный тазик у меня есть, и такой, какой хочешь. Главное не мешать. Чуть-чуть так его стряхануть. Типа вот так вот. Но ложка не мешать. Ну, не мне вас учить, девочки. Чтобы не превратилось это все в кашу. Друзья, гуляю здесь. Я далеко от дома. Тоша! Отлично. Я издалека подумал, что это какая-то могилка. Потому что как-то оно так странно вот так вот выглядит. На самом деле, это такой дизайн. Горшочек типа упал, и из него растут цветочки. Хотя, может быть, я не знаю, может, какое-нибудь животное тут. Тоша, не подходи. Просто оно в таком месте необычном. Как бы вокруг больше ничего нету. Так вот, раз здесь, и все. Че случилось-то, Тош? Может, почуял кого там? Давно мы здесь не гуляли. Добрый вечер, дорогие друзья. И вот решили приехать. Северный речной вокзал. Хизри вон идет. Просто тростинка. И мы вот там вот прямо стоит. Посмотрите, какой теплоход громадный. Сейчас подойдем поближе, покажу. О, не пугал. Так. Называется Мустаи Карим. Санкт-Петербург. Хизри говорит, какой-то пятизвездочный теплоход. Плавающий по Волге. Я такого не видел. Я, конечно, видел крутые корабли в Америке. Круизы мы плавали. Но вот у нас таких я не видел. Прикольно. Мустаи Карим. Водоход. Красиво. Прикольно, да? Наверное. Наверное. Так. У меня вообще уже не одно даже видео есть отсюда. Я показывал, как здесь все красиво сделано. Здесь такая, типа, речка идет. И здесь вот такие вот причалы, города. И кто помнит, не было этого стекла. Видите? А все почему? Потому что здесь всякие якоря. Видать, уже у нашего народа-то ручки чешутся. И теперь это все поставили за стекло. Человечки вон там какие-то. Теперь это, конечно, просто выглядит как... Извиняюсь, конечно, но порнография. Шлюзы. Это мини-шлюзы такие сделанные в уменьшенном варианте. Тушеные, видите, написано. Там какие-то дальше они едут. Их много-много. А вот там ресторан, кстати. Забыл, как называется, но... Такое, типа... Как в советское время был. Не помню, как называется, честно. Цветочки. Что у нас здесь? Розы белые. Белые розы. Здесь просто травка. С цветочками посередки какие-то. Ой. И сейчас с этой стороны еще фонтанчики покажу. Ой. Это так, чтобы потом зафиксировать аватарочку. Так, это с другой стороны. О, свет включили. Фонтаны, вот про эти я говорил. Шаурма, бургеры. Вот там кафе Дружба. А, ресторан называется Волга, по-моему. Так, друзья мои. Ну что, показать вам? Янтарная. И вот очень много получилось. Я уже кипяточком ошпарил и высушил баночки. Все как положено. Чтобы никаких микробов там ничего не было. Переложу и завтра вам при дневном свете покажу. Доброе утро, дорогие друзья. И сразу переворачиваю камеру. Потому что... А потому что доброе утро должно начинаться вот так. Да, вот для этого Вадик тут сделал у меня. Ну, я уже, по-моему, я просто снимал. Вот когда Вадик был. Это было, я не знаю, за две недели до операции. То есть месяц назад. И только сейчас я сделал то, что я хотел. С помощью своей подписчицы, которая уже 4 года со мной. Наталья. Она здесь рядышком живет. Проезжает мимо меня. Всегда практически мне машет рукой. Наталья, спасибо вам огромное. Я, кстати, даже вас не спросил. Может быть, ваш контакт оставить? Потому что вы же занимаетесь не только для себя, но и профессионально. Разведением вот такой вот красоты. Вот. Вот здесь вот в стаканчиках, я пока окно не открываю, потому что будет шумно. А это для папы. Я его пересажу. Вот для меня уже вот в таком вот. Вот она уже прям готова. Все, поливай, наслаждайся и кайфуй. Я еще, конечно, докуплю вот сюда. У меня здесь еще место есть. Здесь у меня в округе очень много этих таких развалов. И магазинов, и миллеруады, где только не продается все это. Ладно, чтобы лето не закончилось. И для папы я, кстати, смотрите, что обнаружил. Там правильно, кстати, вы в комментариях писали. Но это тоже гераль, да? Только там еще есть такое другое название. Там обрезать, вставить. Все это, да, все это можно сделать, чтобы не выкидывать. А я нашел вот остатки роскоши Икеи. Вот такой вот лоточек. Белый. Алюминиевый. И знаете, что, где он был? Он у меня под цветом совпадает с моей кухней. И они мне должны были вот здесь висеть, как вот, на таких крючках. Типа, красиво. Ну и слава богу, что я это не повесил. Слишком это было бы надромождено. Еще таких были два маленьких горшочка. Вот для них, типа, какие-то такие поставки тут. Вот. А какие у меня, кстати, ручки. Икея так невозможно ничего не купить. Вы сами знаете, наверное, слышали, что Икея объявила распродажу. Ну и тут же, в ту же минуту, сайт у них не работает. И до сих пор, уже сегодня седьмое число, с пятого числа. Вот, вот, о таких кольцах. Здесь такая труба, и она должна висеть. Ну пусть будут, крючочки всякие пригодятся. Здесь с таким дном. В общем, посажу туда все Парпино. И дам ему поделюсь и рассказать. Потому что это не только мне предназначено было, а для папы тоже. И он палил с утра. Теперь они у меня точно не упадут, потому что есть... Аврада. Потому что я не знаю, я тогда снимал видео или нет. У меня все это было и здесь, и даже на балконе. С мамой ездили, выбирали цветы, помогала она мне. Но они у меня все улетели. Потому что бывает летом какой-то ураган, дождь. Вот так вот прокинулись, все, и покатились вниз. Теперь этого не будет. И не знаю, насколько это вообще законно. Можно ли так на окнах. Ну, у меня такой широкий этот подоконник, но грех его не использовать. А зимой, там, не знаю, курицу положить. Помните, как раньше в морозилку не влазило. Вот, обещал еще показать, конечно же, варенье. Ну, давайте покажем. Вот такой вот получилось у меня. Цвет. Красивый получился цвет. Я не знаю, как по вкусу. Не сильно приторное делал. Вроде и кусочки. Все не сильно в кашу не превратилось, так сказать. Все буду угощать всех. Вот столько получилось у меня. А здесь просто осталось без ягод. Без ягодок. Вот, рассажу. Когда покажу, у меня земля есть. Сейчас я туда, сюда засуну. Чуть не забыл. Просто вчера в комментариях в Telegram-канале, кто не подписан, там все-таки подписывайтесь. Там у нас интересное общение происходит. Ну, я уже показывал, что я в нем делал. Ну, кто-то спросил после вчерашнего видео Глошенного рынка, где я, собственно, и купил этот тазик. Вот он живой. Все нормально с ним. Я там когда-то действительно, помню, говорил, что в нем неудобно делать. На самом деле неудобно только потому, что если бы у меня не было вот этого бордюрчика, а то когда ставишь его на угол, он его задевает и, получается, приподнимает. И он не стоит на плите. Только поэтому. А так, в принципе, в нем нормально все я сделал, варенье. Так что тазик живой, медный. Надо его просто почистить, и он будет как новенький. Вот. Короче, вот. И покажу вам со стороны дома. Пересадил я в эту штучку. И отвезу папе. Пусть тоже радует глаз. Спасибо, Наталья, вам огромнейшее. Если что, напишите. Я оставлю вашу ссылочку. В инстаграме вы идете, все показываете, рассказываете. Не, ну красота же смотрится, а? Ну точно мне пора уже на пенсию. Варенье варить, цветочки сажать. Слушайте, смех смехом. Вы посмотрите, что там творится. Я что-то от греха подальше, ты их убрал сюда. Как вообще, вот они выживают при таком дожде-то? Ну у людей-то в огородах, там, не знаю, в домах дома цветы еще более нежные есть. Выживают они просто таких. Просто вы посмотрите, что там творится. Я что-то испугался и сюда их засунул. Может, конечно, бы и не надо было, но вот вы мне напишите в комментариях, я сейчас знаю. Советов все равно дадите. Там чуть ли не град. О господи. Кто ж? Сынок, ты? Доброе утро. Ну, короче, вот как-то так. Решил не рисковать. Ой, громыхает там как, а? Слышишься? Доброе утро. Ну, кака... Муха, иди отсюда. Ты откуда дела, тут? Какова красота, какова красота. И вот папина. Это еще там не распустилось. Два. Вон, раз и два. У него еще только что впереди. Так, то если сейчас вы посмотрите уже традиционную заключительную часть под названием, под хэштегом Папа Блогер, небольшая предыстория. Давно мне хотелось снять и показать эту собачку, у которой необычная история. Ну, как необычная. Она очень агрессивная, она очень злая на всех. Но вот папу, ну, как можно папу, в принципе, не полюбить-то, да? Не узнает и все время бежит и здоровается. А почему агрессивная? Потому что в детстве дети так игрались, что сломали ей, нет, ему, хвост. В общем, дергали ее. И поэтому он очень агрессивный, не любит детей и вообще не любит очень людей. Но с папой вот он очень мило общается. Очень такой милый поделечек. Вот папа его заснял, и я его сюда вставляю. Они часто встречаются в одном и том же месте практически. Вот такая вот история. Ну и все. Всем хорошего дня. Вот моя красавица, знакомая моя. Мой, мой. Это Унка. Это мальчик. Унка, да мой сладкий. Давай, давай, давай. Вот мой сладкий. Да, да, шейничек у нее такой красивый. Да, да, да. Ой. А, фотографироваться не нужно. Ой, фотографии. ...